здравствуйте уважаемые зрители сегодня у нас студии очень интересный человек его зовут иван лысенко очень интересный спикер только ничего не может рассказать писать не умеет любит смотреть на новых людей удивляться очень полезная функция ну да он является исполнительным продюсером киностудии народные киностудии don фильм это киностудия которая собственно произвела такой фильм как замысел 1 the киностудия это место где будут сниматься фильмы где будет создан русский смысловый кинематограф то есть идет создание русского смыслового кинематографа тех кто управляет ветрами заставляет верить в этот миф кинематограф он сам по себе является стратегическим инструментом формирования образа будущего но чтобы куда-то двинуться надо бы увидеть этот образ куда вообще двигаться чтобы что-то изменить надо понимать как и куда уверен знаешь куда идет на указатель все вот тоже прут по указателям не знаю дорог единственно только при помощи визуальных и аудиальных образов аудиальных образов аудио визуально с кем приходится работать понабирают по объявлениям обижаете аудио визуальных образов да это можно показать и вот фильм он просто предлагает задуматься на мой взгляд как как воспринял его в свое время я это некое пособие которое позволяет обрести ну скажем так гибкость мышления обладая гибким мышлением людям станет проще договариваться и ну что то делать вместе вот помните как в детстве выходишь во двор в соседний а там все новое и счастлив радуешься изучаешь по роду деятельности сейчас приходится был бывать в разных городах с большим количеством людей общаться основная моя задача это помочь вот достроить киностудию есть вот несколько составляющих это популяризация самого факта строительства киностудии второе это я рассказываю почему важно важно именно создание кинематографа и третье туда нужны финансовые средства либо какие-то там ну не материал что-то разве у тебя кроме желания хорошо пожить еще что имеется ну так или иначе прилетит не прилетит зайдет вы свою не зайдет в сумму надо строить вот само само начало специальной военной операции это была некая необходимость ну потому что было бы еще хуже чем есть сейчас как известно война она отрезвляет а война нормальное состояние мира привыкнешь но это некая необходимость будет борьба за мир ну такая что камня на камне не останется а война она отрезвит она приведет людей вот в человеческий вид а лечится свинине только войной у нас появится интерес к тому что проходит происходит не только в моей жизни в моей семье но то что происходит у соседа когда она приходит все расцветает живо вспоминаем кто мы и зачем и снова начинаем слышать волю неба а война она отрезвляет вы знаете на мой взгляд когда люди особенно обеспечены которые владеют финансами какими-то когда они поймут всю важность того что происходит я думаю они примут просто участие на добровольной основе понабирает по объявлениям всему учить нужно я встречаюсь с разными удивительными людьми очень крутыми прям ребятами которые занимаются в разных сферах ты талантливый соглядатой но все же просто соглядатой по ходу этого дела я же собираете знакомства контакты я по ходу своего движения эти контакты просто друг друг другу о людях людям рассказывала передаю им контакты друг друга вот и наблюдай и понимая чем они там ведут то есть оттуда тоже люди я думаю они направят эти средства на вот киностудию вот сейчас при полном финансировании вот от текущего момента 4-6 месяцев студия будет достроена главное донести вот всю важность и полезность того что это будет тех кто управляет ветрами заставляет верить в этот миф какое мировоззрение приемлемо не приемлемо просто режиссер прежде всего мировоззрение а если режиссера нет позиции это ремесленник потом мысли спляшем и станцуем что скажет ему продюсер то он и будет делать но это ремесленники таких не ценят на самом деле режиссер это свой собственный стиль и собственное мировоззрение который пытается выразить в кино точь что делает сейчас дмитрий зодчий потому что это дело общее и это дело важное идешь а стоит ли она того стоит а последствиях задумывался может вернуться пока не поздно с был задержала лидера краматорских боевиков по кличке псих в харькове сотрудники сбу во время попытки выезда в россию задержали одного из руководителей сепаратистов в краматорске ивана лысенко известного под прозвищем псих который организовал и вооружил группу из 40 боевиков для дестабилизации ситуации в городе задержанный признал что подчинялся назначенному гражданином гиркиным прозвище стрелок так называемом военному коменданту краматорска прозвище терец который прибыл с территории крым ведомстве сообщили что в составе террористической группы лысенко терроризировал местное население активно участвовал в диверсионных актах на территории донецкой области в частности в середине апреля лысенко с другими боевиками пытался захватить военный аэродром краматорска а также участвовал в разработке и организации захватов военных частей расположенных в донецке в сбу также установили что 23 апреля 2014 года группировка психа штурмовала в краматорске рай гос администрации применяя огнестрельное оружие против людей которые охраняли здание кроме этого злоумышленник вместе с другими наемниками выполнял поручение гиркина по похищению людей в частности он причастен к насильственному захвату директора троллейбусного депо краматорска местонахождение которого на момент написания статьи неизвестно у злоумышленника изъяты боеприпасы и флеш носитель с информацией о про украинских активистов из донбасса повторяю сообщение от 28 мая 2014 года а иван лысенко это так называемый продюсер дон фильм он же лютый он же псих хотя не ты первый не ты последний ноябре ноябре